Алексей Бученко! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Третий в Европе в нынешнем сезоне Особой радости на лице Максима мы видим нет, но это и понятно Произвольная программа ему явно не задалась Очень болезненным получилось падение с четверного тулупа Мы видим, Максим даже прихрамывает, но он собрался и вторую часть программы откатал очень хорошо Собственно, именно этой второй частью и вытащил он призовое место Вы знаете, я думаю, что очень важно, что сегодня Каледа был третий по произвольному катанию По произвольной программе Я думаю, что это очень важно У него первый старт И мы можем рассчитывать на большой успех И с ним, и Максим пусть собирается тоже Собирается, старается И здесь сейчас соберется и тоже не хромает Конкуренция подстегивает, вот как подстегнула она Алексея Ибученко со стороны Даниэля Самохина Ибученко прибавил, и Самохин, и вот израильские фигуристы уже на пьедестале почета А свою золотую медаль, которую ему, как считала общественность, нужно просто приехать и забрать в Братиславу Получает Хавьер Фернандес Золото это он получает по праву Он набрал больше 200 баллов за произвольную Больше 100 за короткую 300 с копейками в сумме Он абсолютно лучший, без вариантов Он лучший в Европе Ну а вот и наша бронза А вот и наша бронза, она тоже, между прочим, не валяется Мы ее не определяли, ее определили судьи Это очень почетная награда Отрыв в короткой программе дал ему возможность остаться на этом месте И даже несмотря, что слегка грустит Максим Ковтун, тем не менее, впечатление забудется, а медаль, результат, они останутся обязательно Вы знаете, мне кажется, такой не забывается Поговорим на следующем турнире Я бы не забыла Я всегда, знаете, гонимая страхом Сама по себе А может не нужно бояться? Может нужно выходить и кататься? А нужно бояться заранее Для этого нужно очень много работать Очень много для того, чтобы ничего не бояться А если ты боишься, нужно еще больше работать Вот выходит Фернандес, катается и даже падение не мешает ни впечатлению, ни оценкам Спорт жесткая вещь Здесь или быть, или не быть Ну а теперь весь зал поднимается, потому что четвертый год подряд на чемпионате Европы звучит гимн Испании В честь Фернандеса В честь Фернандеса А теперь всеledна Господин и Мэрек Господин и Мдз Господин и Мэрлы Дамы и Мэрлы Господин и Мэрлы Господин, Господин и Мэрлы Господин и Мэрлы Вот такая она церемония награждения, первый комплект, еще раз напомним, наград на чемпионате Европы по фигурному катанию, есть уже бронза у мужчин, но в то же время есть, наверное, и над чем поработать, серьезно, в частности, нашим молодым ребятам, потому что, я думаю, у них уже, опять же, некий такой этап подготовки уже на будущее. Хюн Чам. Момент такой был, что мышцы почему-то, которые самые основные, на ногах они забились. На разминке было видно, то есть, состояние мой, общее состояние было просто хуже намного, чем перед короткой, но, в принципе, я не хочу на это спирать, да, этот прокат, потому что бывали моменты, когда я хуже себя чувствовал перед прокатом, и получалось откатать. Значит, в какой-то момент не собранность, сработало. После такого тяжелого старта дальше уже так все на морально-волевых нужно было докатывать, вернее, делать дальше все. Да, изо всех сил боролся за элементы первые. После поднятия стулупа был такой момент в голове, что сейчас надо быстрее собраться. Я еду и понимаю, что мне тяжело наступить на ногу. Даже на адреналине мне больно было. И подъехав к Сайхову, да, я уже понял, что все это время, пока вот я доезжал до него, я не успел за это время собраться с мыслями полностью. Случилась бабочка. Сейчас я изо всех сил стараюсь не делать бабочек ни на тренировках, ни в стартах. Да, бывают там падения у меня были, но последние все старты, в принципе, были без бабочек. Тут, скорее всего, из-за падения случилось это. Я хочу только лишь сказать, что я боролся до конца. Да, вот, конечно, после такого старта программы очень сильно, быстро накопилась усталость. Покупально к середине программы я очень сильно устал уже. А если делаешь три четверных, а после третьего четверного идет такой моральный взрыв, и это придает силу до конца программы. Сейчас получилось так, что, к сожалению, этих моральных сил я не получил, и вышел вот такой прокат. Ну, Суча, спасибо тебе за борьбу и за мужество. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, по-моему, все понятно, да, вот такие проблемы со здоровьем, да, со сном, в том числе, стали проблемой, которая не позволила показать свою максимуму Максиму Кофтину. Но я в то же время скажу, что он настоящий профессионал, выслушав это интервью, я так могу сказать, потому что все-таки так по косточкам разобрать, так откровенно рассказать о причинах своей неудачи. Не каждый, наверное, такой согласится. Да, действительно, видно, что Максим очень расстроен, и, ну, хочется пожелать ему как-то собраться, пожелать ему удачи, и, ну, все-таки третье место, друзья, ну, это третье место. Тем более, что бывало и хуже в разное время. Действительно. Ну что ж, а сейчас самое время вспомнить историю, то, как российские одиночники выступали на предыдущих чемпионатах Европы. Европы, давайте, далеко мы ходить с вами не будем. Последним чемпионом из России стал Евгений Плющенко, это был 2012 год. Для него этот титул стал седьмым на следующем европейском первенстве. Наши фигуристы в призерах не были, но зато потом регулярно попадали на пьедестал на верхней ступеньке, которого неизменно оказывался испанец Хавьер Фернандес, ученик Брайан Орсера, снова оказался на высоте. В этот раз, ну, действующий чемпион мира, теперь четырехкратный победитель чемпионата Европы, а Максим Коптун повторил свой прошлогодний результат. К сожалению, не смог, но в тройке все-таки он остался. Ну, на самом-то деле, когда я говорил о том, что бывало и хуже, я имел в виду именно 2013 год, когда мы вообще остались без наград. Так что, в любом случае, я думаю, можно назвать таким успехом небольшим. Ну, а теперь к нашему интерактивному опросу традиционному, который проводится на страничке Матч ТВ ВКонтакте. Вопрос следующим образом звучит. Когда российский фигурист выиграет чемпионат Европы в мужском катании? В самое ближайшее время, к зимним олимпийским играм в Кенчане в 2018 году. Ну, и когда перестанет выступать Хавьер Эрнандес. Или когда в спорт вернется Евгений Плющенко. Ну, я думаю, это один из самых таких необычных вариантов, за которые, как мне кажется, все равно будет большинство голосовать. Ну, что ж, в любом случае, друзья, голосуйте, пожалуйста, активнее. Итоги нашего голосования обязательно подведем в конце программы. Продолжаем мы говорить о чемпионате Европы. Сегодня стартовали и танцевальные дуэты. Первое и второе места в короткой программе заняли фавориты соревнований. Анна Капеллини и Лу Каланута из Италии. Ну, и француз Габриэла Пападаки с Гиом Сизерон. Олимпийским чемпионом в командных соревнованиях Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву пришлось дольше всех дожидаться в своей очереди выступать. По жеребевке они получили последний номер, но все-таки сумели справиться с напряжением и откатать на довольно-таки высоком уровне. Небольшая помарка была в исполнении поддержки, но она почти не повлияла на итоговую оценку. Боброва и Соловьев заняли третье место после короткой программы. На самом деле здорово было выступать в такой сильнейшей разминке, потому что весь сезон из-за низкого рейтинга, так как мы пропустили сезон из-за травмы прошлой, мы выступали как бы постоянно в первых разминках и, ну, не с сильнейшими. Вот, и в этот раз просто почувствовали кайф кататься сильнейшими, и хотелось выдавать, хотелось вкатать максимум. Это сильно подталкивает, это здорово. Какое-то предстартовое волнение было или вы уже об этом давно не думаете? Нет, оно, конечно, присутствует, оно всегда присутствует, и даже на тренировках в какой-то мере перед прокатом самой программы. Но в целом, я считаю, мы научились справляться с этим волнением, научились как-то, ну, не знаю, по себе я знаю, что выходя на лед, я просто вообще сразу становлюсь другим человеком. Только стоит мне наступить одним коньком на лед, я сразу автоматически преображаюсь, и мне легко. Ну, и мы, конечно, очень как-то так даже не договаривались, но за 15 лет совместной карьеры у нас вот первый сезон такой, может быть, действительно травмой, и проб сезона сыграла свою роль. Мы абсолютно по-другому вместе настраиваемся, то есть мы абсолютно чувствуем друг друга, и я, если волнуюсь, я знаю, что Дима меня успокоит, и наоборот, он мне придает очень большую уверенность, действительно, когда выходим, смотрим друг в друга в глаза, и уже все, никого не существует, только мы с Димой, наша программа «Музыка, лед», и мы действительно получаем удовольствие, когда катаемся. Спасибо тебе, Дима. Спасибо тебе, Катя. О другой паре, Никита Кацалапов и Виктория Синицына. Кацалапова сложно, наверное, причислить к дебютантам чемпионата Европы, потому что он уже с Еленой Ильиных дважды брал серебро на европермистах. Но с Викторией Синицыной на этом турнире он выступает впервые. Этот дуэт показал уверенный прокат и получил высокие судейские оценки, несмотря на то, что у наших фигуристов на основной арене была лишь одна тренировка перед самим стартом. Синицын и Кацалапов пока четвертые. Первое крупное соревнование совместное. Немножко было волнение, но когда включают музыку, все забывается, и ты уже катаешься в удовольствие, и просто выкладываешь то, что у тебя есть внутри все. Как вам реакция зала? Кстати, нас очень круто поддерживали, и даже на разминке, то есть мы проезжали возле одного бортика, нам похлопают возле другого, заряжало энергией, классно было, очень здорово было здесь кататься, спасибо публике. Ну что же касается Александра Степанова и Ивана Букина, технически почти безупречно, артистично, очень выразительно откатали они свою короткую программу, получили лучшую сумму баллов в сезоне, и очень радушный прием публик, которая аплодисментами реагировала не только на само выступление, но и на удачное выполнение элементов на раскатке. Бронзовые призеры прошлого чемпионата Европы признали, что это очень сильно вдохновило их на хороший прокат, после короткой программы они на пятом месте. В прошлом году в Стокгольме тревожнее было выходить на лед? Вы знаете, вообще на чемпионате Европы достаточно спокойно выступается, то есть что в прошлом году, что в этом, мы совершенно адекватно подходили ко всем тренировкам, к старту, то есть такого дикого волнения нет. Оно присутствует, но очень маленькое. Полезное волнение. Ну мы наконец можем связаться с нашим корреспондентом Михаилом Цибульным, который находится в Братиславе на чемпионате Европы по фигурному катанию, и рядом с ним прославленный наш тренер Алексей Мишин, и они готовы подвести итоги выступления мужчин, который завершился только что. Да, коллеги, рад приветствовать вас здесь, непосредственно на самой арене. Связь гораздо лучше, чем в пресс-центре. И действительно, наши вопросы в прямом эфире готов ответить наш заслуженный тренер Алексей Мишин, воспитавший огромное количество чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр. И здесь дебютировал ваш очередной ученик Александр Петров. Поздравляем с его дебютом. Как оценить его выступление здесь? Ну, я оцениваю его выступление высоко. Действительно, у меня было много чемпионов, и европейских чемпионов, наверное, около 10 как минимум, и всех их отличает одна черта, очень важная черта. Надо уметь показать то, что ты умеешь. И этим уникальным качеством обладает Александр Петров. С такими спортсменами можно идти далеко. Ну, в целом, те цели, которые вы сами ставили перед ним, которые он сам ставил перед собой, здесь были выполнены? Ну, практически выполнен. Совсем удачно чувствовал себя перед началом соревнований, но я доволен выступлением. Он один из самых юных здесь участников. И мы движемся нормальным своим путем. Каким, я знаю. А какие дальнейшие планы у Александра? Может быть, какие-то новые технические элементы будете осваивать в ближайшее время? Конечно, мы будем осваивать и четверные прыжки. Не далее, как в ближайший вторник мы полетим на соревнования в Сараево, где будем участвовать. Так что покой нам только снится. Удачи Александру, и удачи вам, конечно, в работе с ним. Ну, и в целом, как оцените уровень этого чемпионата Европы в мужских соревнованиях? Ну, я думаю, что, конечно, Хавьер Фернандес – это человек, который опасен даже для самого Ханью. Мы поздравляем Лешу Бутенко. Впервые спортсмен из Израиля стоит на пьедестале почета. Это важно. Ну, Ковтуну надо, наверное, видимо, обрести то качество, которое необходимо. Он должен показать то, что умеет. А прежде всего, с чем связываете ошибки Максима сегодня? Волнение? Ну, вы знаете, существует тренерская этика. Я думаю, что наш ветеран спорта, наш замечательный тренер Лена Водорезова, замечательная спортсменка, отличный человек, один из немногих в мире фигурного катания, который как-то правильно воспринимает и победы, и достойно переносит поражения. Я думаю, что она в этом вопросе разберется. Вот Хавьер Фернандес, понятно, уже четырехкратный чемпион Европы, лидер европейского фигурного катания, но все же короткую программу откатал не без помарок, как и произвольную, но баллы очень высокие. С чем, прежде всего, это связано? С тем, что такая сложная программа у него или все-таки уже репутация? Ну, знаете, я думаю, что здесь комплексный ответ должен быть. Дело в том, во-первых, конечно, нельзя получить репутацию без обаяния. Вы понимаете, он катается, он излучает обаяние, он радеет симпаси, публика очаровывает публику. И это талант, это работа, и я думаю, что те оценки, которые он получает, это оценки справедливые. Ну что ж, завтра стартуют соревнования у спортивных пар, и будет произвольная программа у девушек. Чего ждете вот с завтрашнего дня? Я жду триумфа русского оружия в обоих видах. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Удачи вам, удачи Александру Петрову и всем нашим фигуристам и фигуристкам. Это был Алексей Николаевич Мишин в прямом эфире Матч ТВ. Коллеги, передаю вам слово.